Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава новых, все тот же потоп. Вы знаете, очень серьезная такая, ну как бы, геосистема. Нам показывают, как этот мир возник в идеале, как он разрушился, когда человек не выдержал свалившегося на него счастья. Вы знаете, вообще вот человечество стремится к тому, чтобы постоянно занимать такую выигрышную позицию. Вот наши человеческие правильные решения заслуживают награды. Неверные, не должны иметь последствий. Но люди добрые, если правильное поведение обязательно имеет положительные последствия, то аморальное и неправильное обязаны иметь тоже отрицательные последствия. Так не бывает. Человечество не возражает против рая, но сильно возражает против ада. Я уже рассказывал, сражена фантастические исследования, которые провели американские там социологи. Верят в рай 67% людей. 67% людей понимают или допускают существование высшей силы, которая дает нам награду за все хорошее, что мы сделали на земле. А ада 31%. Ну как такое может быть? То есть если ты понимаешь, что есть рай, ты понимаешь, что есть ад. Нет. Человек включает в себе в башке блокировку, и он в мои последствия, все мои хорошие поступки будут иметь обязательно награду, последствий никаких не будет от плохих. Ну как это может быть? Как это может быть? И вот тот человек, вот как бы, он становится близоруким абсолютно. Человек все время забывает, что у него, кроме тела, есть душа. Это разговор с телом понятен. Накормить там, помыть, свозить. А с душой как? Нам нужно кормить не только тело, но и душу. Светский человек держит свою душу на голодном пайке. И она страдает, он этого не видит просто. Человек ощущает страдание, но не понимает его природу. Обычно всякие депрессии, это классическая ситуация изголодавшейся души. При этом человек по незнанию идет обычно двумя путями. Он или пытается заглушить голос души, потому что он его не слышит, там что-то такое вот не так, он его глушит. Или продолжает насыщать, но не душу, а тело, ошибившись адресом. В конце концов душа, отчаявшись получить внимание мирным путем, включает более жесткие средства. И начинаются, не дай бог, болезни, депрессии, расстройства разные. Абсолютно все болезни имеют корни, связанные с невниманием к душе. Это написано еще было в Кабале. И поэтому медицина, там я знаю сегодняшняя, борясь с симптомами, никогда не исправляет глубинную причину любых расстройств. Душа остается неудовлетворенной. И ее запросы будут все время бомбардировать тело с разных сторон. Мы не должны заблуждаться в том, да, есть рай, есть ад, есть душа, и все это существует. Если мы хотим увидеть в мире модель вечной жизни, то вот возьмите посадка и рост дерева. Саженцы помещают в землю. Из него вырастает дерево. Оно дает плоды. Затем берут из плода одно семя, из семян какие-то. Сеют его в землю. Из него вырастает новое дерево. Это новое дерево тоже дает плоды. И в каждом из них будет множество семян. И в каждом семени скрыто еще одно дерево. В котором в потенциальном состоянии находятся плоды и семена. Это модель вечной жизни. Но только в том случае, когда в зерне, в семени или там в саженце видят, что заложенный потенциал душу, если хотите. А если их воспринимают как готовый продукт, то это ни зерно, ни заженец, а пища. Ее съедают и не опускают в землю, и все. Тот, кто съел вареное яйцо, уже не может съесть курицу, которая из него произойдет. Теперь там ничего не будет. Сваренное яйцо не сможет привезти на свет цыпленка, из которого получилась вот эта курица. Если человек использует свою жизнь, имеющую бесконечный потенциал, духовный потенциал, в качестве только готового продукта, потребляя все время, он разрывает цепь, ведущую в будущее. Свою цепь, свои предыдущие поколения будущие. Человек, отказывающийся от веры, не использует свою жизнь для посева. И потому всегда останется здесь, на земле. Когда говорят о вечной жизни, она не для всех и не всегда. Если не кормишь душу, то ты придешь с этим. Возможно, что вареное яйцо это очень вкусная еда. Но когда ты его съешь, дальше что? Вот то знаменитое оживление мертвых, которое обещают мудрецы, оно возможно только если человек воспринимает свою жизнь в качестве семени. Он сеет, он кормит душу, он сеет. И только из такого семени произрастет в будущем оживление мертвых. Оно возможно только для тех, кто в него верит, и поэтому опускает семя в землю. Поэтому то, что мы должны думать о своей душе, как минимум не меньше, чем о теле. Это закон нашего мира. А потопы приходят только тогда, когда человечество заводит себя, каждого отдельности, и весь мир в тупик. Дорогие друзья, как потоп не сразу начался, и было еще 40 дней, когда напоминало людям, очнитесь, так и у нас сегодня ситуация, когда нам напоминают, очнитесь. Давайте хотя бы мы с вами, слушающие уроки, очнемся, потому что начнем сажать в землю семя. Вместо того, чтобы все поедать. Брахавы от слаха, всего самого-самого лучшего.